Александр Решетник в настоящее время живет рядом с деревней Трубниково в поле. Он ночует в автомобиле, который, по его словам, он пытается выкупить у хозяина в течение трех месяцев. Для этого мужчина работает таксистом. По его словам, бывшая жена, с которой он развелся в прошлом году, выгнала его из дома. Все дело в том, что год назад мужчина отказался от своей доли в доме, который, по словам его бывшей супруги, был куплен в браке исключительно на ее деньги. Я хочу правосудие, чтобы оно восторжествовало. Я хочу прервать эту сделку, которую я подписал. Я хочу подать на раздел имущества, на все полностью, на что я укладывал деньги. Я позвонил зятю, говорю, верни деньги, которые я тебе давал на строительство дома. Это почти 2 миллиона. Он говорит, я у тебя ничего не брал. Александр говорит о том, что он дал 2 миллиона своему зятю, чтобы тот построил себе дом. Кроме того, он заявляет, что баню и все остальные постройки на территории участка он построил своими руками на заработанные им деньги. Бывшая супруга сообщает об обратном. У меня была квартира одна. Я в ней отжила 3 года, она была на первом этаже. Это напротив ленты в песочне. Я ее покупала, мы не были знакомы. Потом я покупаю, меняю квартиру чуть-чуть побольше. Там же в песочне. И я продаю эту квартиру и покупаю дом. К моменту покупки дома Инга была уже замужем за Александром. По ее словам, все 10 лет их знакомства мужчина практически не работал. Она не понимает, почему продолжала жить с таким человеком. Считает, что здесь роль сыграла жалость к нему и манипуляции бывшего супруга. У нас проблема то, что он из дома выносит. Где бы он не работал, он где тырит. То есть мне с ним стыдно. Он чистил мою карту, с моей карты перекидывал через телефон на свое. Толчком к разводу послужили проблемы, в которые попал Александр. Он проиграл суд по делу о том, что он задолжал деньги перед продавцом закупленное им сельскохозяйственное оборудование. По словам Инги, он не смог отдать 13 тысяч рублей. После суда он стал должен ИСУ более 300 тысяч. Чтобы судебные приставы не смогли арестовать дом, Александр отказался от доли в доме и развелся с Ингой. Однако отношения между бывшими супругами продолжали накаляться. И теперь жизнь Александра превратилась в кемпинг на свежем воздухе. Александр говорит о том, что его рацион за день состоит из одного чебурека и бутылки воды. На большее со своих поездок он не зарабатывает. Инга же говорит о том, что мужчина сам довел себя до такой жизни. В данный момент, по ее словам, он портит ей жизнь. А тут он залез в дом, я занимаюсь шторами, он мне что сделал? Он сломал дверь, он расчленил все мое нижнее белье, это у меня сфотографировано. На него заведено уголовное дело. Позавчера утром я поняла, что на меня уже покушение. Я опять написала заявление в милицию. 6 числа зарегистрировано заявление. Я беру этот фен, а у меня он вырвал провод и назад его вставил. У меня остаются в руках включенный фен, оголенные провода. Со своей стороны Александр говорит о том, что обращался в различные структуры. В полицию и в прокуратуру. Теперь намерен идти в суд. Он претендует на совместно нажитое имущество. Мужчина убеждает, что исправно работал все годы и многое вложил в этот дом. Я начал заниматься сеном, потом начал сажать картошку. У меня пошло очень хорошо. Бывали такие сезоны, что до 3-4 миллионов я вытягивал этих денег. Естественно, эти деньги мы начали вкладывать и в дом, который здесь купили у поселка. Вот за нами, который находится. Дом был голый, без ничего, без забора, без построек. Голый дом. За это время я построил все постройки, которые есть. Сарай, баня, погреб, теплица, заборы. Все сделано моими руками. Инга же утверждает обратное. Баня построена. Мы продали... У меня папа умер. В песочне была трехкомнатная квартира. И мама моя уехала в Клепиковский район к бабушке. Бабушка уныла, и мама там осталась жить. А эту трехкомнатную квартиру продали, и она поделила деньги между мной и сестрой. У меня сестра родная есть. Вот на какие деньги построена эта баня. Все. Кроме этого, Инга утверждает, что во время всего общения с Александром она помогала его бывшей семье и детям. Даже ходила на родительские собрания в школу. Как дальше будет развиваться ситуация, покажет время. Однозначно Инге и Александру надо запастись терпением.